Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды. Идея его проведения впервые прозвучала в 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по охране окружающей среды, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию водных ресурсов. Небольшие водные. Хотя 70% земной поверхности покрыта водой, почти вся она соленая, пресной всего 2,5%. И из этой малой доли 2 трети замерзшая вода ледников. Таким образом, лишь 1% от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. Тревожная статистика. Более четверти населения земного шара не имеет доступа к безопасной воде. Почти полтора миллиона человек ежегодно умирает из-за плохого качества воды, санитарии, гигиены. Сейчас использование воды более чем в два раза превышает темпы прироста населения. И еще шокирующие цифры. В развитых странах до трети запасов пресной воды теряется из-за утечек. А в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. И наш сегодняшний гость Рамиль Сагитов. Эксперт-эколог судебно-экспертной палаты Российской Федерации, внештатный эксперт государственной экологической экспертизы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Рамиль Фаргатович, здравствуйте. Добрый день. Все мировые специалисты сейчас бьют тревогу. Когда и вообще возможно ли, что проблема пресной воды перерастет в катастрофу? Ну, вот вам можно ответить на этот вопрос следующим образом. То есть, катастрофа, конечно, возможно, на настоящий момент она не является катастрофой пока, да, но тенденции, тенденции, вот они наблюдаются очень-очень часто, и мы это видим с вами вот по событиям, которые происходят. То есть, это и таяние ледников идет, то есть, это и загрязнение мирового океана, соответственно, это проблема пластика, да, которым загрязняется мировой океан. Это проблема именно пресной воды, так как у нас действительно один процент всего находится пресной воды на земном шаре. И поэтому, то есть, нам нужно заниматься именно просветительской работой, заниматься работой с населением, выделяться определенные средства для того, чтобы мы качественно очищали воду, как питьевую, так и источную воду. Вот, и поэтому, то есть, мы в итоге на каждом заседании, соответственно, работаем именно по водным ресурсам, в том числе по нашей Оренбургской области. Это река Урал. Река Урал – это наши водные артерии, это трансграничная река, которую в настоящий момент мы, все жители Оренбурга, Оренбургской области, видим, в каком состоянии, соответственно, это обмеление, это заиливание, это зарастание именно вот этой реки. То есть, количество воды уменьшается с каждым годом. И поэтому вот этой проблемой нужно заниматься. Сейчас, в настоящее время, проходит мониторинг. Мониторинг – компания, которая занимается сейчас вот именно 22-23 год, они занимаются вот выяснением проблем реки Урал и, соответственно, выяснением выемкой проб, отбором проб именно по всей территории, по которой протекает река Урал. То есть, это и Российская Федерация, и Республика Казахстан. В итоге они предоставляют отчет о реализации мероприятий, которые нужно проводить для того, чтобы улучшить водность, увеличить водность, соответственно, и улучшить показатели качества воды, которые также у нас не, так скажем, не в гости находятся. Потому что прекрасно знаем, что у нас на востоке области, у нас большое количество предприятий, промышленных предприятий, которые достаточно хорошо загрязняют нашу реку. И то есть, качество очистных сооружений, оно сейчас вот не соответствует тем нормам, которые необходимы. Поэтому вот этим всем нужно обязательно заниматься. Но это работа не одного дня, оттяжеленная. Не одного дня, конечно. Конечно. И на уровне правительства Оренбургской области эта работа ведется на уровне межгосударственного взаимодействия между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Вы, наверное, знаете, что у нас должна была быть встреча двух президентов. Вот как раз одним из основных вопросов была река Урал. То есть, очистка реки, взаимодействие между государственными вот этими структурами по реализации этих проектов по воде Урал, по очистке. Поэтому, то есть, вот как бы мы занимаемся этими проблемами, знаем их, соответственно, предлагаем все усилия на всех уровнях, которые как бы возможны для того, чтобы нашу реку и очистить, и увеличить водность этой реки, соответственно. Поэтому вот в настоящее время вот такая ситуация. Ромель Фаргатович, а где теряется вода? Вот почему? Я помню свое детство, там полноводная, как у Волга, Урал, там такая река была. А сейчас, ну, что это происходит? Какой-то ручеек. Куда она тебя... Ну, вот смотрите, тут много факторов, которые в настоящее время именно вот влияют на потери водности реки Урал. Ну, во-первых, это естественный фактор испарения. То есть, испаряется в любом случае. То есть, мы не можем этот процесс как бы регулировать. У нас 273 солнечных дня в году, поэтому, то есть, солнце делает свое дело. Это один момент. Во-вторых, у нас большое количество притоков реки Урал и самой реки Урал. Достаточно долгое время не расчищались родники. Родники, которые питают эту реку Урал, ее притоки. И в самой реке Урал большое количество родников. По родникам занималась только одна организация. Вот насколько мы знаем и видим это все, это Газпром. То есть, Газпром, у них есть своя программа, которая называется вот родники. Они занимаются расчисткой родников. На своем уровне, то есть, выделяется финансирование, руководством Газпрома есть программа. Они занимаются, да. Но на уровне государственном, так скажем, таких программ нет. То есть, есть программа «Чистая вода», которая государственной является. И по которой мы тоже получаем определенные средства для того, чтобы чистить реки. Ну, вы знаете, наверное, вот была программа по очистке реки Волга. Реки Волга. И вот сейчас такая же программа, она как бы инициирована. И уже разработаны программы по выделению финансирования по реке Урал. 39 миллиардов заложено уже по очистке и, так скажем, увеличению водности реки Урал. Проходит мониторинг, как я уже говорил, предприятие сейчас занимается поиском вот этих всех проблем, отбором проб и всеми мероприятиями. Вот в рамках этого договора, то есть, в 2023 году они в конце года должны, так скажем, свой вердикт озвучить. То есть, что они как бы нашли и что они предлагают. Дальше. Что у нас еще? Очистные, наверное. Очистные сооружения, да. Очистные сооружения – это один из факторов, который тоже достаточно серьезный, важный. Но качество и количество этих очистных, так скажем, в настоящее время, оно оставляет желать лучшего. Ну, понятно, что очистные сооружения – это сооружения, которые требуют достаточно серьезных капитальных вложений. И многие, так скажем, бюджеты просто не могут себе позволить муниципальных образований, имею в виду строительство или реконструкцию этих очистных сооружений. Поэтому тут помощь государству обязательно, потому что, то есть, своими силами невозможно изыскать эти средства для того, чтобы поставить качественные, современные очистные сооружения, которые соответствуют всем требованиям. У нас сейчас очистные сооружения обычные, которые были спроектированы и построены, ну, это порядка 50-е, 60-е года. И они до сих пор работают. Понятно, что они морально устарели уже, и качество очистки, оно как бы должно быть на первом месте. То есть, предприятие, понятно, у нас металлургический кластер на востоке области, то есть, там вся таблица Менделеева. И поэтому, то есть, очистить сложно, потому что тяжелые металлы, ну, то есть, это сложная очистка и дорогая очистка. Поэтому мы, вот, понимаем, что это сложно, что это дорого, но делать в любом случае это нужно. Потому что, ну, мы живем, наши поколения следующие будут жить вот здесь, на нашей территории. То есть, и вот эта река, Урал, это наша родная река, которую мы должны беречь и, соответственно, оберегать всю экологическую культуру, которая вот возле этой реки формируется. То есть, поэтому я думаю, что вот это вот факторы, которые достаточно серьезные, и их нужно учитывать. И, соответственно, заниматься этим. Соседи активно участвуют в этом процессе или, на ваш взгляд, недостаточно хорошо? Ну, Казахстан, я имею в виду. Ну, соседи находятся ниже нас по течению реки, и поэтому, как бы, они страдают больше. Потому что, так скажем, то, что доходит до нас, количество воды, я имею в виду, и то, что доходит до них, это вот две разницы, две большие разницы. Почему? Потому что, ну, понятно, что теряется определенная часть воды при, так скажем, протекании по территории нашей Российской Федерации. Понятно, что мы ее используем и в своих хозяйственных нуждах, бытовых нуждах, то есть, для питья используем. Поэтому мы забираем эту часть, до них доходит меньше. Но, как бы, они готовы взаимодействовать, они с нами работают достаточно плотно, и по очистке воды у них тоже достаточно серьезные программы есть, которые позволяют им на своей территории чистить эту воду. То есть, делать все мероприятия, которые необходимы для укрепления берегов, то есть, ирригативные мероприятия, то есть, и то, что они должны непосредственно делать в плане экологическом. Непосредственно, Оренбуржья. По степени обеспеченности водой в российских масштабах на хорошем уровне, на недостаточном уровне, не только реки берем, у нас же есть... Ну да, да, у нас много водных объектов, в том числе и, так скажем, наши большие водохранилища, это Сорочинское водохранилище, Ириклинское водохранилище, Черновское водохранилище. То есть, это запасы воды, которые нам необходимы для, так скажем, того, чтобы у нас функционировали все и сельхозпредприятия, и промышленные предприятия, то есть, которые забирают воду. Понятно, что они должны это делать корректно. Корректно и, соответственно, восполнять эти ресурсы, если это возможно. То есть, если они забирают определенное количество, то есть, они должны не осушать, например, то же озеро. Потому что мы сталкивались с такими фактами, когда нерадивые сельхозпроизводители выкачивают воду, соответственно, ну, драконовскими методами вот своими, то есть, насосами, огромными насосами качают воду, соответственно, для того, чтобы вырастить свой урожай на продажу. То есть, это вот тоже пресекается, это все как бы контролируется, поэтому тут вот такие моменты перекоса, они, конечно, есть, но за этим следят определенные наши органы, и мы общественные, так скажем, организации, деятели, тоже экологи, то есть, все постоянно под контролем. Тем более, сейчас у нас мониторинг достаточно просто осуществляется, то есть, мы можем и дроны запускать, то есть, смотреть всю территорию, то есть, и выявлять эти нарушения. Каждый год мы проводим мероприятия со школьниками, со студентами, с дошкольниками, вот, которые позволяют нам привить вот эту культуру бережного отношения к воде, к водным ресурсам, к экологии, то есть, к своему вот родному краю, то есть, то, что мы вот здесь живем, и дальнейшее наше поколение, они должны жить в таких же прекрасных условиях, той же природы, конечно. Какие водоемы в нашем регионе, озера, реки считаются благополучными и наоборот? Ну, вот, если по отчетам судить, то есть, мы ежегодно проводим анализ, мониторинг, и формируются отчеты по качеству загрязнений. У нас самая грязная река, это возле Медногорска река Блява. Вы прекрасно знаете, и посредством массовой информации, то есть, это вот Медногорский медно-серный комбинат, то есть, вот там вот, соответственно, самое большое количество по меди, превышение, по ПДК, по тяжелым металлам, то есть, вот это вот самая грязная река. Ну, если говорить по более чистым, ну, вот, то есть, Переклинское, да, достаточно чистое у нас водохранилище, и мы, как бы, никаких проблем там в настоящий момент не видим, там и достаточно хорошо развивается, и развивается вот именно разведение рыбохозяйственного, вот этого рыбохозяйства рыбного, и превосходно чувствует себя и все, так скажем, вся другая фауна, которая возле водохранилища, соответственно, обитает. И, соответственно, это определенный запас воды, который мы в любой момент можем использовать, так скажем, вот для определенных мероприятий, да. В настоящий момент, настоящий момент, вот, у нас достаточно больших разливов уже на протяжении 20 лет, наверное, 93-м, наверное, 92-м, где-то у нас был последний разлив такой серьезный, который подтапливал наши населенные пункты, и после этого у нас разливов, как таковых, не было. И поэтому вот в связи с разливами, с разливами регулировка, регулировка мы осуществляем, в том числе и при помощи вот этих вот водохранилищ. Поэтому в настоящий момент, в настоящий момент мы тоже следим за ситуацией, которая у нас по паводку. В этом году, вот, небольшие опасения, нам гидромедцентр, конечно, опасения высказал о том, что будет паводок и будет разлив достаточно серьезный. Ну, все организации, службы, в том числе и МЧС, и правительство Оренбургской области, которые ежегодно участвуют в этих мероприятиях, готовятся, и как бы мы каждый год ждем этого паводка. Вот. И по настоящей ситуации пока вот у нас уровень где-то 308 по Уралу, но Урал еще не вскрылся, как бы это будет в конце марта, начале апреля. Вот. Поэтому ситуации подконтролируются, и все службы, они готовы. Если пиковый у нас 900, где-то уровень 908, когда уже затапливает вот эти вот все наши прибрежные поселки, но пока ситуации контролируют. То есть сейчас 308, 908 это потолок, а будет в среднем сейчас, ожидается? Ну, где-то, может быть, 600, 600 с чем-то, то есть вот так вот где-то. Хотя вот по ситуации, которая вот у нас произошла, да, то есть мы прекрасно видели несколько там дней назад о том, что была критическая ситуация с Черновским водохранилищем. То есть там большое количество снега на полях, который интенсивно начал таять, и этот снег, земля не оттаяла от снега, и, соответственно, от зимы не отошла. И вот этот снег, который начал интенсивно таять, он пошел поверху. То есть и сверху вот произошло подтопление в том числе и там некоторых дворов в поселке Краснохолд. Вот. Ну, это все локализовали там, как бы эти все мероприятия провели, и в настоящее время там локализованы этой ситуации. Весь снег сошел, соответственно, вся вода уже ушла. Вот. Ну, а по Уралу я вам уже сказал то, что пока еще, пока еще рано, мы пока ждем. Ну, и в завершение, какие именно на сегодняшний день запланированы мероприятия, которые наверняка проходят ежегодно, но вы уже упомянули, тут просветительская работа, наверное, что-то связанное с наслаждениями. Да, вот смотрите, то есть ежегодно в этот день мы проводим вот эти образовательные мероприятия со школьниками, дошкольниками, студентами. Следующим этапом, то есть когда у нас уже, так скажем, все оттаяло, и у нас уже берега отошли от снега, мы проводим мероприятия по очистке берегов реки Урал. То есть волонтеры, экоактивисты, общественные организации привлекаются даже у нас вот организации, которые ответственны и Минприродой у нас участвуют, и то есть другие организации, город Оренбург выходит, администрация, правительство Оренбургской области, то есть тоже участвуют, и это похвально, это хорошо. Хорошо, очищаем берега, высаживаем деревья, занимаемся берегукреплением. Потом что еще? Участвуем во всевозможных мероприятиях, вот именно по международные были сплавы по реке Урал, то есть это как бы тоже достаточно эффективно работает в плане популяризации именно вот этих вот всех мероприятий, именно связанных с водой и с водными объектами. Вот, то есть вот в таком плане. Понятно. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Все вместе будем беречь воду, чтобы жить с чистой пресной водой. Спасибо, спасибо большое.